Добрый вечер, господа! Это Финам.ФМ. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гость в студии прямого эфира, а в следующем часе будем подводить итоги дня, соответственно. Напоминаю, средства коммуникации. Многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. Звонки на этот номер. Финам.ФМ – это наш портал в интернете для ваших писем. Кроме того, там идет прямая веб-трансляция. И кто смотрит, тот уже видит Станислава Белковского в московской студии Финам.ФМ. Я тебя приветствую. Приветствую. Значит, я обещал, точнее мы со Стасом обещали, построить программу на двух исключениях. Не упоминать в Суе фамилию Путина и фамилию Навального, если ты помнишь. Мы действительно с тобой договорились об этом. И второй момент. По максимуму предоставить тебе такую возможность, чтобы ты поотвечал на вопросы слушателей. То есть я практически умолкаю слушателей Финам.ФМ. Я к вам обращаюсь, господа. Что называется, без посредников. Напрямую вы общаетесь сегодня со Станиславом Белковским. Задаете любые интересующие вас вопросы. То есть надо выжать из Белковского по максимуму сегодня. Вот все, что вас интересует, пожалуйста, задавайте Стасу вопросы. Я думаю, он с удовольствием на них будет отвечать. Тем более на сайт их уже пришло много. Они разные. Но, к сожалению, понимаешь, там в Суе вспоминают этих двух персонажей. Но по принципу... Поступление вопроса. Бессмертной трагедии Шекспира и Ницанский купец я нашел выход из положения. Путина я буду называть Владимир Владимирович, а Навального Алексея Анатольевича. И тем самым упоминание их фамилий в Суе мы избежим. Отлично. Вот в таком вот варианте мы будем работать этот час. Поэтому, простите, не теряйте времени. Звоните на 6510996. Пишите на финам.фм. Смотрите, слушайте. И самое главное, участвуйте в наших сегодняшних разговорах. Я сразу отвечу Дмитрию, который вот пишет, что вам что, звонки запретили выводить? Вторая программа без слушателей. Юрий, исправляйтесь немедленно. Значит, Дмитрий, у меня на самом деле вот в эти две... В эти два минувших дня в двух программах реальной время не было возможности вывести телефонные звонки. Потому что были споры, были достаточно серьезные полемические высказывания и обсуждения в эфире. Я исправляюсь. То есть вот на Белковском я сегодня исправляюсь. Максимальные ваши звонки и максимальные ваши письма на сайт. Я предлагаю начать в таком режиме работать со слушателями радиостанции финам.фм. Добрый вечер. В эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Да, добрый вечер. Очень приятно. Читаю ваши комментарии в Фейсбуке. Едкие, смешные. Очень здорово. Вопрос следующий. Как бы вы могли прокомментировать ситуацию, которая сейчас с так называемым протестным движением? Я имею в виду, с вашей точки зрения, его будущее, закат, развитие затухнет, во что выльется. Ну и, соответственно, какие-то последствия, может, ему будет иметь для нашей политики. Спасибо большое. Протестное движение будет расти и развиваться, поскольку ситуация отчуждения активной части российского общества от власти нарастает. И на сторону активной части общества переходит все большее количество отрядов власти. Это и есть характеристические признаки перестройки 2, о которой мы говорим в этом эфире уже давно. Но другое дело, что состав лидеров протестного движения будет меняться, потому что нынешняя когорта лидеров самопровозглашенная, недостаточно легитимная, ее никто не выбирал. У нее общая во многом кровеносная система с властью. Это мы видим хотя бы на примере того, как действуют лидеры народных протестов. Вот, например, в свое время мы смеялись над Владимиром Владимировичем за то, что он является лидером, но не членом партии «Единая Россия». В связи с чем я не раз вспоминал в различных эфирах старый советско-еврейский анекдот Рабиновичева, член партии «Нет, я ее мозг». Потом мы смеялись над Михаилом Дмитриевичем Прохоровым, чью фамилию можно упоминать, что он создает партию «Гражданская платформа» и сам в нее не входит. Мы в стоп-лист не ставили с тобой, да. А вот сегодня выясняется, что Алексей Анатольевич некто тоже создает партию и тоже в нее не входит. А кроме того, есть дело Кировлеса против Алексея Анатольевича, который не стоит выеденного яйца. А навстречу ему движется так называемый Бастрекин-гейт, который тоже не стоит выеденного яйца, потому что главным аргументом является гигантский чертог в Праге площадью 46 квадратных метров. Который ты назвал холупой. Да, который стоит явно меньше, чем квартира Алексея Анатольевича в Марьине, хотя я не переоцениваю ее всемирноисторического значения, которую Бастрекин давно отдал бывшей жене. И при таком уровне аргументации, я думаю, что лидерам протестного движения придется задуматься над тем, чтобы немного потесниться и дать дорогу молодым. Сегодня Станислав Белковский без купюр, без цензуры и без посредников в реальном времени на Финам.фм. Значит, будем так. Один звонок на 65 10 99,6 код Москвы, 495, одно письмо на финам.фм, чтобы соблюсти такую порядочность по отношению к тем, кто написал. Тем более здесь география, Стас, обширнейшая. Василий Воронеж пишет. Я буду, с вашего позволения, все-таки слегка буду подсокращать вопрос, потому что здесь целые полотна. Потом на досуге сможешь почитать отдельно, да? Обязательно. Значит, первый вопрос. Как Станислав Александрович оценивает перспективы формирования политической силы, основанной на консервативно-государственной экономически левоориентированной платформе, имеется в виду Делягин, Хазин, Глазьев, Андрей Кобяков и другие? Пока, как достаточно скромный, Глазьев стал советником Путина, другие перечисленные в этом вопросе представители оппозиционных сил пока не проявляют тяготения к Владимиру Владимировичу. Вопрос сейчас вообще не в идеологии. Вопрос в неких принципах, относительно вокруг которых должна объединиться вся оппозиция. И эти принципы, на мой взгляд, это мирный переход к 2018 году к учредительному процессу и парламентской демократии европейского образца. Все остальное это уже детали. И еще один вопрос от Василия из Воронежа. Как вы думаете, имеет ли перспективы экологическое протестное движение? Здесь приводится к примеру Воронежско-Вологодской областях. К своему студу я, к сожалению, не в курсе. Здесь речь идет о конкретных заповедниках. Каковы перспективы таких региональных протестных движений и их выход на федеральный уровень? Я считаю эти перспективы достаточно хорошими. Уже сегодня они могут добиваться решения конкретных вопросов в регионах и на местах. И консолидируя свои усилия, смогут в течение двух-трех лет стать серьезной и заметной силой на федеральном уровне. Особенно в условиях либерализации процесса регистрации федеральных партий. Ну, то есть ты считаешь это перспективой? Да. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Простите. Сергей, я из Москвы. Да, Сергей, пожалуйста. Выключите приемник, пожалуйста. Я хотел спросить ваше мнение по поводу России и ВТО. В целом, хорошо или плохо? Для кого хорошо, для кого плохо? Угу, спасибо. Неоднозначно. Хорошо для правящей российской элиты, для которой в членство ВТО есть в первую очередь фактор престижа и их личной интеграции в мировую экономику. Плохо для целого ряда российских отраслей, в первую очередь машиностроения и сельского хозяйства, отчасти финансового сектора. Я не экономист и поэтому не берусь делать твердых суждений о ВТО, но моя сумма оценок 60 на 40 против ВТО. 60 на 40. Но все-таки... Если спрашивать меня... Ты склоняешься к негативному. Да, я склоняюсь к негативному. Так, идем дальше. Ну, буду по письмам все-таки отдавать приоритеты нагородним, да, потому что москвичам легче дозвониться до студии ненагородним, у них только вариант написать письмо. Но Алексей Ворожцов из города Иваново на вопрос к Станиславу Белковскому. Как вы считаете, не считаете ли вы, что партийная политика, как это показали выборы в декабре-марте, себя полностью исчерпала? И сейчас всей оппозиции необходимо переходить к объединению в одно общее движение с единой программой. То есть, чувствуешь, да, вот редакция письма, единое, в ней идеологическое некое объединение оппозиции, с единой программой, смогут ли болотные вожди поступить со своими амбициями, принять это единственное верное решение? Ну, по всей видимости, на взгляд, Алексей из Иванова. Старая партийная политика себя действительно исчерпала, потому что исчерпали себя конкретные партии, которые не обнаружили никакой своей исторической роли, кроме как подыгрывать действующие власти и фактически легитимировать любую ее принципиальную победу на федеральном ли уровне, на региональном ли уровне. Однако это не значит, что партии не надо создавать, у них есть будущее. Если это будут настоящие партии, готовые к борьбе за власть хотя бы сегодня в регионах, к борьбе за губернаторские посты, за контрольные пакеты законодательных собраний регионов, это уже хорошо и правильно. Вот здесь, кстати, прости, я тебя прерву, да, здесь ты и я с тобой полностью согласен в части партии строительства, но мы с тобой расходимся с основателем портала Распил, который считает, что это уже прошлый век. Но, тем не менее, как наоборот. Анатолий Александрович, он, по-моему, да? Алексей Анатольевич. А, Алексей Анатольевич. Анатолий Александрович, что-то Собчак, это проговор по Фрейду. Это проговор по Фрейду, слушай точно, да. Алексей Анатольевич, тем не менее, партию свою создает, только в нее не вступает, следуя примеру, двух великих предшественников, которых мы сегодня упоминали. Но я согласен с радиослушателем и в другом полюсе его тезиса. Я сам тоже сегодня произносил в этой студии, что есть вопросы, вокруг которых должны объединиться все партии, все оппозиционные структуры, независимо от их организационных... Еще раз напомни главный тезис. Главный тезис. Переход России к парламентской демократии европейского образца к 2018 году, что означает Владимир Путин последний всенародно избранный президент России. Данная мотивация является надпартийной и внеидеологической. Да, совершенно верно. Это Станислав Белковский. Сегодня уникальная у нас программа. Стас напрямую отвечает на ваши звонки и ваши письма. Я только предмодерирую, с вами здороваюсь, так что пользуйтесь этой возможностью. После краткого выпуска новостей продолжим. 19 часов 17 минут. Это реальное время. Сегодня у нас уникальная программа. Станислав Белковский без посредников, без купюры, без цензур отвечает на ваши вопросы. 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона finam.fm. Это наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция, то есть можно смотреть. Стас, надо смотреть. Его надо смотреть, понимаете? Его надо не только слушать. Но если есть возможность посмотреть, делайте это. Вера из Ухты, Коми пишет, ура, не опоздал. Понимаешь, вот где тебя слушают? В Ухте. Республика Коми, да? Русский север. Потрясающе. Аудитория finam.fm. Михаил спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, Америка так мягко критикует? Я тебе цитирую письмо. А власть, имеется в виду российскую, за отсутствие демократии. Почему были приняты прошедшие в России выборы? Ну, в смысле, легитимированы, да, фактически, Западом. Критики почти не было. Спасибо, Михаил. Америке абсолютно наплевать на внутренние российские дела. Если она вообще комментирует ситуацию с правами человека и демократии в России, то только для того, чтобы выглядеть пристойно в глазах собственных избирателей, которые привыкли к определенным политическим и государственным стандартам. Владимир Путин, несмотря на всю его антиамериканскую риторику, которая часто прорывается на международной арене, как правило, действует в интересах Америки. В конце концов, перевалочная база НАТО находится у нас в центре России. Поэтому для Соединенных Штатов Америки невыгодно портиться отношения с Москвой ради идеалов демократии, не относящихся к тем людям, к которым, по мнению Белого дома, они должны относиться, то есть к американцам и европейцам. То есть первый главный тезис им наплевать. Наплевать, абсолютно. Один звонок, одно письмо в таком режиме. До 20 часов работаем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Да, Андрей, пожалуйста. Я в эфире, да? Да, вы в эфире. В реальном времени звонки без премодерации идут, да. Все прекрасно. У меня два вопроса. Первый по поводу Алексея Анатольевича. Вот Дмитрий Песков заявил, что у него несколько пал рейтинг, и вся эта история позволяет этот рейтинг поднять. Как вы связываете вот это падение, с чем оно было вызвано? И второй вопрос. Не кажется ли вам, что Алексей пока не до конца себя проявляет как будущий потенциальный кандидат в президенты? Вот это была смешная статья в ведомостях о том, что главный пункт его программы – это борьба с коррупцией. Думаете ли вы, что это как-то связано одно с другим? Да, Андрей, спасибо. Трудно не согласиться с Дмитрием Песковым. Буксует он потому, что из индивидуального качества борца с коррупцией, достаточно успешного, яркого и знаменитого, он не может перейти в коллективное качество политического вождя. А политика, как мы говорили в этой студии еще несколько месяцев назад, применительно к тому же человеку дело коллективное, и не перейдя эту черту, он не сможет стать реальным кандидатом на высший государственный пост. Хотя, еще раз повторю, что я надеюсь, Путин последний всенародно избранный президент, и следующий президент будет уже, скорее, номинальной фигурой в рамках парламентской республики. Ты будешь назначенный парламентом. Ну, избранный парламентом, да. Но скандал вокруг Киров-Леса, безусловно, дал Алексею Анатольевичу дополнительные шансы. В этом смысле проявляется непреложный принцип Белковского о том, что согласно которому на определенной стадии деградации система начинает принимать решения, противоречащие жизненно важным интересам. Сам факт предъявления обвинения, подписка о невыезде, все это повышает рейтинг и акции Алексея Анатольевича, и здесь Песков, опять же, прав. Сразу очень коротко отвечу Сергею по поводу моих взаимоотношений с Алексеем Анатольевичем. Я сегодня в блоге написал, значит, если у него есть какие-то обиды, пусть он мне это выскажет. Я готов в любое время предоставить Навальному эфир. Вот здесь я упомяну именно его фамилию. Вот эта вся ситуация, вот эта вся ситуация мне, как профессиональному журналисту, не нравится по одной простой причине, что его у меня нет в эфире, а кто-то его перехватывает, то есть у меня очень циничный журналистский подход. И, соответственно, я хочу понять, почему человек не идет на контакт, не идет на эфир. Все остальные размышления о том, что это красиво-некрасиво, знаете, в политике, в журналистике цинизм, он возведен в четвертую степень, то есть в абсолютную. Все, обсуждать эту тему больше не будем. И дальше идем. Илья Ростов-на-Дону, чтобы вы посоветовали делать долгосрочную перспективу молодым людям с интеллектом и волей к созидательной деятельности, и не без политических амбиций, но без каких-либо других ресурсов. Илья Ростов-на-Дону. Если политические амбиции есть, то нужно участвовать в строительстве общественных и партийных структур. Для этого сейчас есть все возможности. С помощью этих структур можно участвовать в борьбе за власть сначала на муниципальном, затем на региональном уровнях и готовиться к переходу к борьбе за власть на федеральном уровне. Я уверен, что Кремль готов на дальнейшие уступки, только при условии, что оппозиция откажется от криков «не забудем, не простим», и что призрак черенка от лопаты, вставленного Муамору Каддафе, понятно куда, и больничной каталке Хосни Мубарака, как-то исчезнет и растворится в тумане истории. Я не считаю, что Кремль идет путем последовательного и необратимого закручивания гайек, хотя бы потому, что нельзя закручивать гайки в ситуации, когда сорвана резьба. Ситуация будет развиваться по принципу маятника. То туда, то сюда. И движениями маятника надо пользоваться. С тобой полностью согласен, потому что есть принципиальные моменты, опять меня могут обвинить в цинизме, но, извините, мы в реальной ситуации, в реальном времени и работаем с реальными людьми. И когда перед ними вот этот манок, мы вас рубанем, как только добежим до необходимой черты, вот тогда срабатывает принцип самосохранения, и люди не дают себе отчета, что они делают. Вот если кто-то в этом заинтересован, ну, это провокаторы чистой воды. Политика — это возможность уступок. Взаимных. По-другому никак, к сожалению. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Меня Андрей зовут. Да. Я недавно ездил в Среднюю Азию, и в связи с этим у меня к Станиславу такой вопрос по российским отношениям, межнациональным. Вот он может какой-то до 2018 года, как вот он сказал, об возможных изменениях, как эта ситуация может развиваться? Спасибо. Понятный вопрос. Ну, если я правильно понял вопрос, как будет развиваться ситуация с миграцией в основном, людей из Центральной Азии в Россию, она будет нарастать, поскольку российские работодатели создают спрос на дешевую, неквалифицированную и бесправную рабочую силу. Это проблема российских работодателей и их законопослушности, и их социальной ответственности. Работать нужно в первую очередь с ними, чтобы этот поток остановить. Кроме того, Центральная Азия — это канал транзита наркотиков на территории Российской Федерации, и эту проблему никто и никак не решает, хотя бы уже потому, что не построена инфраструктура государственной границы большинством стран Центральной Азии, с которыми Россия граничит. Третья проблема — проблема политическая. В Центральной Азии несколько центров силы, в первую очередь Казахстан и Узбекистан, и России становится все сложнее балансировать между интересами этих центров силы, в этом смысле выход Узбекистана из-за ДКБ и очередное обострение отношений между Москвой и Ташкентом не случайно. Четвертая проблема — энергетическая. Страны Центральной Азии хотят поставлять энергоносители в Европу, минуя территорию России. И если Россия не создаст достаточных стимулов для интеграции центрально-азиатских стран в совместные энергетические проекты, то к 2018 году эти независимые каналы транзита будут созданы, даже если это сейчас кажется не вполне реальным. — Аппозиционеры могут порвать хоть с кем угодно. Меня это не волнует. — Как и меня не волнует. — Это должно волновать оппозиционеров, потому что если они могут себе позволить со мной порвать, то место их на политическом кладбище. Просто я много лет работал с оппозиционерами, имею право давать им оценки. Это относится не ко всем оппозиционерам, но сами результаты их политической деятельности за последние 10 лет говорят за себя. Я думаю, не надо объяснять, какие это результаты. — Дальше идем. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. — Добрый вечер, Павел Магнитогорский. — Да, Павел, пожалуйста. — Добрый вечер, Павел. — У меня такой вопрос. Я ни разу не слышал, чтобы Навальный где-либо заявлял, что собирается быть лидером, тем более президентом. Вы же постоянно его подталкиваете. Вот ты, Леша, давай, ты же будущий. Он же ни разу не говорит «да». Вы что-то без него лекаете президенту. У него разве есть желание. Он сам где-нибудь об этом говорил. Спасибо. — Спасибо, Павел. Там шла небольшая задержка, потому что Магнитогорский звонок был. Пожалуйста. — Да, я думаю, Алексей Анатольевич, может быть, не слишком публично наговорил об этом. Он воспринимает себя в таком качестве и воспринимается в таком качестве многими. Но мы его к этому не подталкиваем хотя бы уже потому, что я лично вообще считаю необходимым отказ от президентской республики. А в парламентской республике, пожалуйста, пусть будет президентом хоть кто угодно. — А, ну и в этой же связи еще один вопрос от Максима из Екатеринбурга, который, и не только он, я просто именно его вопрос возьму за основу. Юрий Станислав, вопрос обоим. За кого отдадим свой голос на президентских выборах за Михаила Борисовича или Алексея Анатольевича? Я присоединюсь к Белковскому, я так устранюсь от ответа. Я согласен, парламентская республика. И дальше через парламентскую процедуру, да кто угодно, я бы вообще предпочел красивую даму, да, вот как олицетворение Российской Федерации. — Да, я считаю, что парламент мог бы избрать президентом Ксению Анатольевну Собчак, хотя это не идеальный для меня. — Все, сейчас это будет в заголовках. — Белковский предлагает Собчак в президенты России. — Парламентской и Парламентской республики. Помнишь, я тебе сказал, что уже проговор по Фрейду уже был. Но ты сам сделал такую подачу, после которой я не мог не ударить по ничему. — А я никогда не скрывал, что я очень уважительно отношусь к Сене Анатольевне, и это всячески подчеркиваю. — Но я вообще-то сторонник конституционной монархии, то есть парламентской демократии именно в этом формате. Я надеюсь дожить до того дня, когда восстановленный в правах император самодержит, будет корноваться, но не в Успенском соборе Кремля, что само по себе является символом монгольского вектора развития России, а в старейшем храме страны, в Святой Софии в Новгороде. — Ну а если на полном серьезе я тебе задам вопрос, а кто может тогда претендовать на столь высокий трон, пусть и даже церемониальный? — Для этого нужно взять наших специалистов по генеалогии, морали. Нужно понять, кто разберет. Естественно, это должна быть династия Романовых или ветвь близкая к ней. Нужно взять специалистов. — Это на полном серьезе это говорит? — Да, конечно. Потому что именно конституционная монархия позволит совместить историческое восприятие и сакральности власти, присущей России, на протяжении многих столетий, с традиционной парламентской демократией европейского образца. И давайте не будем забывать, что по всей Европе, от Швеции до Испании, от Великобритании до Дании, наиболее развитыми формами демократии являются именно монархии. Причем одна из них в Великобритании даже абсолютная монархия. — Есть другой вариант? Это Соединенные Штаты Америки? — Ну, все-таки мы говорим о Европе. — А мы европейская страна. — Да, мы европейская страна. То традиционно самая развитая для Европы форма парламентской демократии — это именно конституционная монархия. — Ну, я боюсь, что понимаешь, это даже не завтра и не послезавтра может произойти. Тем более в массе своей российской общества. Я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, да, будет неоднозначно воспринимать такую идею. — Я думаю, что если элиты будут консолидированы в продвижении этой идеи, российское общество ее воспримет, потому что конституционная монархия — это очень красиво. А власть в России должна быть красивой. Это не просто ее право или характеристика. Это, если угодно, ее обязанность. — Чтобы еще была и эффективной. — Эффективной будет парламентская демократия. — Станислав Белковский сегодня в реальном времени. Сегодня у нас уникальная программа. Станислав отвечает на ваши вопросы без посредников, без купюру, без цензуры. Звоните, пишите. Сейчас краткий выпуск новостей. — 19.32. И сегодня в реальном времени на Финам.фм. Станислав Белковский. Свои вопросы на телефон можете адресовать 65 10 99 6, код Москвы 495. Звоните. — Финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Если есть возможность, лучше смотрите программу. Но если нет такой возможности, то, конечно, слушайте. Сейчас звонок. Вы в эфире. Как вас зовут? — Алло, здравствуйте. Юрий Маркова. — Да, Юрий, пожалуйста. — Я хотел вам задать два вопроса. Первый вопрос касается законопроекта по поводу того, что финалникам там якобы собираются запретить иметь недвижимость за рубежом и так далее и тому подобное. Как он относится к этому? И насколько вот он считает у наших чиновников нынешних есть в скрытой форме вот этой вот недвижимости счета? И второе, считает ли он РПЦ той организацией, которая может повести общество куда-то вперед? По-моему, это просто КГБшная секта какая-то. Спасибо. — Да, спасибо вам. — У российских чиновников полно недвижимости за рубежом. Как правило, она оформлена на офшорные компании и трасты с очень неясной структурой владения. Тут главный лох, как раз наш доктор юридических наук Александр Иванович Бастрыкинка, который так все оформил, что разоблачить его оказалось легче легкого. Другие чиновники работают, как правило, гораздо более изощренно. Я не сторонник запретить чиновникам иметь недвижимость за границей, но я сторонник обязательств декларировать эту недвижимость и карать в уголовном порядке тех, кто скрывает свои активы за границей. Пожалуйста, если ты можешь объяснить, за какие деньги ты ее купил, бери и владей. Но если не можешь, это уголовная ответственность. Что касается Русской Православной Церкви Московского Патриархата, то здесь прав Геннадий Андреевич Зюганов, который сказал пару месяцев назад, что эта церковь в ее нынешнем виде создана Иосифом Виссарионовичем Сталином. Сталинской церковью она остается. Были надежды на ее возрождение в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, в эпоху перестройки, первых ельцинских лет. Казалось, что она может стать духовным водителем русского народа, но священноначалье сергианское и никодемианское, я имею в виду в данном случае последователей, владыки Никодима Ротова, одного из кочевых идеологов РПЦМП 60-х-70-х годов 20-го века, сделало все возможное, чтобы сохранить и развить церковь именно в качестве придатка государства. И сегодня церковь фактически становится элементом репрессивного аппарата государства и даже источника репрессии, таким коллективным стукачем, из которого умывается все живое, все интеллектуальное, из которого умывается настоящая вера. Поэтому несколько месяцев назад в интервью порталу Крэда.ру я в запальчивости и раздражении предложил распустить РПЦМП и потом, в общем, даже несколько пожалел об этом. Но сегодня я уже не жалею об этом предложении. Я считаю, что в обозрелом будущем нам нужен поместный собор, который учредит новую церковь, и мы должны думать над тем, чтобы в рамках предусмотренной процедуры арбитража восточных патриархов создать новую церковь, возможно, в унии с Вселенским Патриархатом Константинопольским или с Украинской Православной Церкви, ныне Московского Патриархата, который, тем не менее, активно ищет пути автокефализации и выхода из-под власти РПЦМП. Александр пишет, Станислав, как вы считаете, Алексей Анатольевич это независимый политик способен? Хочет ли он бороться политическими методами за власть, или он уже завербован режимом? Я уверен, что Алексей Анатольевич не завербован режимом, это достаточно сильный человек. Другое дело, что это человек весьма эгоцентричный, сконцентрированный на себе. Ему очень сложно перейти грань, отделяющую индивидуального от коллективного. Он очень боится поделиться со своими политическими активами и, в первую очередь, своей огромной славой. А в такой ситуации бороться с тобой с политическими методами сложно будет ему. Идем дальше. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван. Да, Иван, пожалуйста. Вот такой у меня вопрос. Вы вот ратуйте за парламентскую республику. В то же время, ну вот на мой взгляд, за 20 лет Новой России есть такие проблемы, которые только усугублялись и даже кажутся неразрешимыми. И взгляд на них диаметрально противоположный. Это вот, допустим, такие проблемы, например, как возвращать в государственную собственность вот всякие крупные предприятия, там, нефтяные, газовые. Да, или там предавать статус русскому народу государство образующего или нет. И, ну, мне просто кажется, что вот в парламентской республике просто может 93-й год повториться, как вот решает проблему. Ну, не то, что не так повторится, как, но я имею в виду, что до столкновений просто может доходить. Как, что вы думаете об этом? Да, Иван, спасибо. Мы почти 20 лет живем в суперпрезидентской республике, с тех пор, как была принята Ельцинская конституция в декабре 1993-го, после расстрела парламента. Я не вижу, чтобы этот формат резко повысил качество управления, что мы бы сделали хотя бы один решительный шаг в направлении урегулирования тех проблем, о которых говорил уважаемый радиослушатель. Но я знаю точно, что Россия устала от вождизма. Она устала от садизма власти по отношению к себе. Она устала от необходимости обожествлять простых физических лиц, которые, по сути, такие же обыватели, как мы. Она устала выписывать карт-бланш людям, зная, что они кинут, как это сделали Ельцин и Путин. Я не хочу, чтобы Алексей Анатольевич оказался Борисом Николаевичем и Владимиром Владимировичем. Избежать этого можно только на путях парламентской республики, и стать Европой можно только, пусть сломав внутри себя некие болезненные исторические барьеры, пусть отказавшись от вредных исторических привычек, но на путях парламентской демократии. Давай я сейчас все-таки от себя еще задам вопрос. Когда произошла атака на духовных лидеров Татарстана, я был в шоке, я тебе могу сказать честно, да. Все-таки Казань и за времена Ментимера Шаймиева, ну, в общем-то, и Рустам Миниханова воспринималась как некий такой, ну, более-менее спокойный анклав, даже Башкирия выглядела более бурлящим котлом, да. Мы с тобой как-то обсуждали, в том числе и вопрос по Северному Кавказу, и слушателям Финам ФМ реального времени известна твоя позиция по этому вопросу. Но я хочу вот с твоей помощью рассмотреть казанскую ситуацию. Является ли это действительно, я никого не обвиняю, просто мы с тобой сейчас будем рассуждать и предполагать, да. Является ли это действительно позывом радикализации ислама, теперь уже и в Павловских республиках, или это, ну, как не исключают часть экспертов, некие коммерческие хозяйственные разборки, да, связанные с конкретной компанией и муфтиятом Татарстана? Я склоняюсь, изучив этот вопрос более или менее, хотя не хочу сказать, что я изучил его глубоко. Это было бы самонадеянно, но я склоняюсь ко второй версии. Ко второй версии. Это коммерческие разборки, связанные с организацией Хаджа. Все, ответил, ну, просто меня тоже пойми, да, когда я увидел эти информации, я думаю, многих это так встревожило по меньшей мере. Сергей пишет, Станислав, как вы относитесь к словам Лимонова, что Немцов сдал протест, увел людей в ноябре? Я раньше так не думал, но со временем понимаю, что Лимонов прав, его требования оппозиции не выполнено, а наоборот закручивает гайки, в итоге выиграла власть. Ну, кстати, там, Стас, я просто не буду сейчас уже искать, там есть вопросы по Лимонову, как ты к нему относишься, есть ли у него, у его тактики перспектива, пожалуйста. Лимонов выдающийся писатель, вероятно, один из лучших русских писателей последней четверти 20 века. И на самом большевистской партии всегда была скорее его личным арт-проектом, чем проектом политическим. Именно исходя из этого нужно оценивать и НБП, и то, что делал и делает Лимонов. Лимонов — это жажда славы на грани жажды смерти. Если мы прочитаем его лучшие книги, то мы это увидим. Да он не скрывал это и в моих эфирах. Да, и если мы возьмем мою любимую книгу «Дневник неудачника», то там фактически описано, как бы он хотел видеть свою судьбу на родине. И такое она и сложилось. Лимонову 69 лет, и я не вижу в нем перспективного политического лидера. Я вижу в нем, скорее, памятник эпохи, все еще живой. Но не того человека, который поведет с собой народ на шторм Кремля, тем более шторм Кремля не видится мне правильным способом политической трансформации России. Что касается Бориса Немцова, то эта политическая фигура списанная. Я бы не преувеличил ее роль в том, что он увел народ с площади революции на Болотную. Хотя бы уже потому, что народ хотел уйти на Болотную. Что единицы процентов, может быть, тех, кто собрались на Болотную, хотели эксцессов, хотели крови. Подавляющее большинство крови никакой не хотело. И то, что Болотная в составе 50 тысяч человек прошла без крови, обеспечила колоссальный психологический перелом и мобилизацию тех людей, которых я называю рогами, русскими образованными горожанами, которые обречены стать мотором и движущими силами политико-социальных перемен в России в ближайшие годы. 65, 10, 99, 6, финам.фм. Ну и в продолжение, здесь тебя Елена спрашивает о некогда партнере Бориса Немцова по протестному движению, по оппозиционному Владимиру Милове, да? И вот что думаешь ты об этой политической фигуре и вообще о Парнасе? Ну, на самом деле, Елена, надо эти вопросы уже делить, да? Милов отдельно, Парнас отдельно. Милов, насколько я знаю, весьма неплохой эксперт в области энергетики, и будь моя воля, он бы им оставался. Я бы ограничился таким ответом на вопрос об этом человеке. Что касается Парнаса, зависит от самого Парнаса. Парнас зарегистрирован. Он больше не может жаловаться на то, что ему не дают вести легальную политическую деятельность. Тем не менее, этой легальной политической деятельности мы не видим. Ну, все остальное вопросы не ко мне. Почему не видим? Позвоните в приемную Парнаса и спросите. — Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут, Аля? — Добрый день, Александр Щукин. — Да, Александр. — Что думает Станислав по поводу массового избрания молодых муниципальных депутатов в муниципальные собрания города Москвы? И не кажется ли ему, что это какой-то некий кремлевский проект, очень хитрый, по пропаганде среди молодежи, идеи Тобянина? Вот на примере депутата Максима Катса, поскольку я из Щукина, поэтому слежу за ним. Вот все его идеи там по поводу платных парковок, по поводу развития общественного транспорта, ущерба автомобильному, все это как-то очень совпадает с идеями правительства Москвы. Спасибо. — Да, спасибо вам. — Я бы не искал везде кремлевский заговор. Мне кажется, надо уходить от конспирологического мышления, тем более на уровне выборов муниципальных депутатов. К походу молодежи в Афгасе отношусь очень хорошо, потому что у молодежи незашоренные мозги. Но если депутат вам не нравится, не выбирайте его или отзовите. Для этого, собственно, процедура и существует. И я вижу сейчас в современной России не только и не столько закручивание гаек. В конце концов, вы много лет жили при уголовной ответственности за клевету и ничего. Прожили и пережили. Тем более, что и по-новому закону-то сажать не будут. Требуют только больших штрафов. И я сам намерен засудить моих клеветников, например, руководителя Ассоциации православных экспертов во главе с мирянином Кириллом Фроловым, который постоянно обвиняет меня в измене Родине, а это тяжелейшее обвинение какое только может быть. Я 5 миллионов рублей рассчитываю с него получить, даже если их у него нет. У него, наверное, есть кресты, хоругви, иконы, ладан, смирно, другие приспособления. Которые могут в хозяйстве нам всегда при ремонте дачи пригодиться. Но я гораздо более вижу важными послабления, которые случились в виде выборов губернаторов, в виде возвращения в ряде случаев выборов глав муниципальных образований, в виде либерализации регистрации партий. Другое дело, что наша оппозиция настолько отвыкла от борьбы за власть и настолько не хочет ее, что она использует любую закорючку, любую запятую, чтобы орать, да нет, нас опять обманули, не будем в чем участвовать. И пока у нас есть такая позиция, воспользоваться этими послаблениями нам не удастся. — Я сегодня не комментирую, сегодня Станислав Белковский напрямую с вами общается, но здесь масса вопросов, значит, связанных с твоими взаимоотношениями с Борисом Березовским. Ты никогда не скрывал, в том числе в моих эфирах, что у вас нормальные дружеские отношения, но народ хочет знать, о чем ты с ним беседуешь, когда встречаешься, вот можешь приоткрыть тайну? Это разговор о женщинах, это разговор о политике, это разговор о чем? — Ну, мы с Борисом Березовским общаемся уже 15 лет, если сейчас... — 15 лет уже, да, Станислав? — Да, если сейчас я начну рассказывать, о чем мы с ним вообще разговариваем, то я, боюсь, я сорву вечерний эфир радиофенам-ФМ. Ну, мы, правда, с ним уже не виделись несколько месяцев, но в последние разы мы могли с ним поговорить, например, обсудить легенду о великом инквизиторе Достоевского или поспорить, сравнить восточную красоту и блондинок. — Ну, то есть есть темы. — Да, темы как-то сами собой всегда находятся. — Ну, а политика-то, вот понимаешь, его часть воспринимает российского народонаселения как некого такого ужасающего демона, который нависает и всячески портит кровь в стране. — Ну, вот последний раз, когда мы виделись в феврале, накануне моего дня рождения в Израиле, Березовский предложил мне взять лист бумаги и написать состав будущего российского правительства. Ну, и этот лист бумаги взяли, состав будущего российского правительства написали, а потом все-таки от греха подальше я оставил его Березовскому. Поэтому разглашать его содержание не буду. — Но через какой-то промежуток времени это дело обнародуется. — Ну, когда сейчас у Березовского финансовые проблемы, если он не отсудит у Абрамовича крупную сумму денег, а оглашение вердикта ожидается в ближайшее время, я думаю, придется нам от листок продать на Сотбис и поделить пополам. — Станислав Белковский, он в реальном времени. Продолжим после краткого выпуска новостей. — 19.49, Станислав Белковский, в реальном времени. Не будем тратить времени попу. 165, 10, 99, 6, код Москвы, 495. Финам.фм, наши средства коммуникации. Звоните, пишите, смотрите прямую веб-трансляцию на нашем сайте. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? — Здравствуйте, это Максим Кац, я вот опять вас. — Так, это вот тот самый депутат, о котором говорил один слушатель. — Кто же не знает, сколько Кац? — Да, кто не знает, сколько Кац? — У нас хорошая традиция сложилась. У вас в эфирах со Станиславом меня называют кремлевским проектом уже второй раз. Вот второй раз я хочу, в общем, сообщить, что это, конечно, не так. И я пошел, в общем, полностью самостоятельно. А идеи доношу, которые узнал у урбанистов, у которых учился, и к собередности имеет никакого отношения. — Максим, а тогда, коль скоро вы дозвонились, я вам встречу, задам вопрос. А как вы считаете, кто заинтересован в том, чтобы вас так вот презентовать, как кремлевский проект? Это чьи поиски? — Да ничьи, просто у людей в головах вот это вот дело сидит, что если кто-то там, к нему много внимания, то наверняка это чей-то проект. Так как сейчас нет особого кандидата в Госдеп до Кремль, то меня то в Госдеп, то в Кремль определяют. — Но я хотел заметить, что я никогда вас, Максим, не называл кремлевским проектом по поводу выборов мэра Омска. Я просто говорил, что это несерьезно, и этим не надо было заниматься. А сейчас вас кремлевским проектом назвал радиослушатель, а вовсе не я. — Да, Максим, спасибо. — Да-да-да, поздравили. — У меня вопрос был, я, в общем-то, давно вам звонил, просто это ищи, когда человек дозвонился. Я хотел вот у Станислава узнать такую тему. По-моему, сейчас у всех объединений каких-то независимых людей в стране не обязательно оппозиции, а тех, которые не связаны там с властью. Есть там одна общая проблема, что у них нету, во-первых, никакого тыла, во-вторых, нету никакого желания, возможности, и вообще они даже не думают о том, что задавать себе какой-то тыл. То есть нужны ведь структуры, там, человек, который занимается какой-то политической или там общественной любой другой деятельностью, ему нужны помощники, там, аппарат какой-то, без этого он не может существовать. А у нас, как бы не то, что у нас, там, у независимых людей есть только фронт. То есть можно выйти на улицу, там, пошуметь, покричать, принадлежателям прийти на выборы, но потом разойтись. Вот, а с другой стороны тыл-то сильный. То есть они создают структуры, они там сейчас формируют уики, там, принимают законы, их много людей работает. Я хотел спросить у вас, Станислава, как, по вашему мнению, можно эту ситуацию исправить, и почему, в общем, никого этого, ну, может быть, кроме чуть-чуть вот Навального, практически не интересует у нас? Да, Максим, спасибо. Потому что никто не заинтересован в общем успехе, все хотят только повышения личной капитализации в медиапространстве, а для этого тыл совершенно не нужен. Я считаю наиболее эффективным способом создания тыла участие в выборах любых уровней. Оппозиция уже профукала осеннюю выборную страду 2012 года, по большому счету, но, бог даст, в 2013 мы увидим что-то новое, и, возможно, те, кто смогут создать тыл быстрее и эффективнее других, те и выйдут на аванс-сцену, потеснив старые лица, потому что в нашу эпоху стремительно развивающихся коммуникаций ротация политиков на аванс-сцене может быть беспрецедентно быстрой, гораздо быстрее, чем мы привыкли за всю нашу предшествующую жизнь и историю человечества. Слава, чтобы не согласиться, время ускорилось. Василий спрашивает тебя, каковы перспективы Краснодарского губернатора Ткачева? Ну, я так понимаю, вопрос еще и заключается в том, отправят ли в отставку. Идет колоссальная борьба за пост губернатора Краснодарского края. Ткачев опирается на очень серьезные лоббистские ресурсы, и он опирается, конечно, на Олимпийский проект Сочи-2014, потому что Путин боится спугнуть ситуацию. Он боится, что смена региональной власти менее чем за два года до Олимпиады может нанести колоссальный урон Олимпийскому проекту. Это пугливость имеет под собой основу? Ну, Путин всегда так поступает. Он боится рисковать в таких ситуациях. Он лучше хочет иметь плохого руководителя, но стабильного, чем вносить какую-то новую струю, которая приведет к ротации кадров на всех уровнях, а вот уже Олимпиады за поворотом. Поэтому вероятность отставки Ткачева я пока оцениваю как менее 50%. Хотя, еще раз повторю, за пост идет огромная борьба. В нее участвуют такие титаны, например, как Олег Дерипаско, глава компании «Базовый элемент». Еще некоторые игроки сравним в уровне и масштабе, поэтому на 100% я его предсказывать не стал. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Федор. Да, Федор. Город Полтава, Украина. Добрый вечер. Станислав, вопрос такой по поводу парламентской республики. Вот есть аналогия с Украиной. Собственно, где вероятность того, что это будет успешным, в рамках вот этой сопроникающей коррупции, которая существует в текущей ситуации в Российской Федерации. Ведь если данный момент устранить вопрос коррупции, то, возможно, и в других формах правления будет порядок. И тогда вопрос, собственно говоря, вот ваше мнение, как можно эффективно, собственно говоря, издавиться от коррупции, а не как сейчас это, собственно говоря, делает Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Коррупция может существовать и при президентской... Смотри, у нас, значит, в Украине, да, люди считают, что с коррупцией по-прежнему Дмитрий Анатольевич у нас борется в России. Это примечательный момент. Ну что ты же должен делать, Дмитрий Анатольевич? Коррупция существует при любых формах правления. Все зависит от моральных установок элит. Мы видим пример Грузии, самой коррумпированной республики бывшего Советского Союза, которая сегодня является наименее коррумпированным государством на пространстве бывшего СССР. Причем эти перемены произошли за считанные годы. Поэтому рецепт борьбы с коррупцией — это тотальная смена политической элиты на молодых, на тех, кто хочет жить и работать в Европе. Плюс парламентская республика, потому что нынешняя система тотальной коррупции в России заложена была именно благодаря суперпрезидентской республике. И начиналось все с залоговых аукционов и волюнтаристских решений Бориса Ельцина. При советской власти такой коррупции в РСФСР не было. — Михаил пишет, Станислав, вам не кажется, что вы сами себе противоречите? Вот Милов как раз и стоит на том, чтобы участвовать в выборах и тому подобное. И не ноет. А вы его как-то в игнор отправили. — Я совершенно не отправил его в игнор. Я просто сказал, что мне кажется... — Я тебе процитировал письмо. — Да. Я просто сказал, что этот человек гораздо ярче, эффективнее проявил бы себя, как мне кажется. Это только мое частное мнение. В качестве эксперта по энергетике, поскольку его попытки создать какие-то коллективные сущности в политике пока не кажутся мне успешными. Именно в силу его личных качеств, а не тех или иных идеологических приоритетов. Я сейчас выражаюсь очень политкорректно. — Добрый вечер. Как вас зовут? — Алло. — Да, здравствуйте. — Добрый вечер. Меня зовут Олег. У меня вопрос к Камеславу. Значит, первый вопрос по поводу того, как он относится к мусульманству, как к философии, как к религии. Считает ли он ее перспективной, несмотря на то, что там есть глубинный такой разрыв между сунитами и шиитами. И второй вопрос по поводу республики парламентской и по поводу монархии. Я так из того, что говорил, что Камеслав понял, что его не устраивает вот тот уровень, на котором сейчас находится православная церковь, то мировоззрение, которое сейчас существует. Что он видит вообще в перспективе? Каким бы это могло быть? Это будет что-то старое, преобразованное, или это будет что-то вообще новое? Спасибо. — Да, спасибо вам. — Ислам — одна из великих мировых религий. Она никуда не денется. Она будет развиваться и оставаться одной из самых влиятельных глобальных сил, в том числе и в политическом смысле. И в России влияние ислама будет расти. Другой вопрос, чтобы оно не противоречило ни светскому характеру нашего государства, ни его историческим устоям, где все-таки ключевую роль играет христианство. Что касается монархии, то ее восстановление может идти параллельно с восстановлением новых структур русской православной церкви. Но в любом случае церковь должна быть отделена от государства реально. Мы должны осознать инаковость природы церкви и понять, что церковь — это не часть государственного аппарата. Она стоит не выше аппарата и не ниже его. Она находится совершенно в другом месте. Церковь — это сообщество, это община верующих, окормляющая верующих духовно. Это не репрессивный аппарат, это не чиновничество, не бюрократия. Это не то, что должно помогать государству или мешать ему. Это совершенно особое отдельное дело и институция. Александр пишет. «Мне нравится идея парламентской республики, но народ все равно создает в себе идола и лидера». Народ может создавать все, что угодно. Важно сформировать критическую массу из 2% активной части населения, которая предложит новые образцы, исключающие идола и лидера. А сама в себе парламентская политическая система не даст этому идолу и лидеру узурпировать власть. — Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? — Алло. — Добрый день. Михаил, Москва. — Очень наконечный. — Да, такой вопрос. Был наблюдателем на выборах президентских и заметил, что у нас люди очень мало интересуются в принципе в нашей массе политикой. То есть там муниципальные депутаты вообще практически никто их не знал. Вопрос не слава. Каким образом он видит направление повышения заинтересованности людей вообще в самой политике, в реальной? Не в период выборной кампании, а вот в повседневной нашей жизни. Спасибо. — Да, спасибо. Политика вся состоит из выборов, во-первых, и межвыборной политической борьбы, во-вторых. Если население будет активно участвовать в выборах, если появятся новые лица, если начнется реальная борьба на выборах, то эта реальная борьба на выборах перетечет и в залы. В залы муниципальных собраний, в залы законодательных собраний регионов, наконец в зал Государственной Думы и в зал того учредительного собрания, которому, как я надеюсь, в начале 2018 года Владимир Путин передаст власть. Вот благодаря этому и резко вырастет интерес народа к политике. Давайте вспомним, с каким упоением мы все смотрели трансляции съездов народных депутатов СССР и РСФСР в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Их рейтинг был выше рейтинга любого сегодня Дома-2 или суперсериала. Говорят, даже преступность подала в те моменты. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Азак. Да, зовут. Я вопрос с Саниславом. Санислав уже сказал о том, что у нас здесь послали выборы губернаторов. И уже сказал, что оппозиция у нас плохо работает. Теперь у меня такой вопрос. Какой ваш прогноз? Все-таки у нас в осени будет, в Бубернатовске. Именно прогноз на то, что нормальные оппозиционные, так скажем, лидеры на местах смогут пройти, так называемые, вот эти филиппы. Спасибо. Да, спасибо вам. Все очень просто. Если КПРФ и Справедливая Россия при поддержке внесистемной оппозиции, договорившись с определенными группами региональных элит, которым осточертели федеральные никому неизвестные назначенцы, договорятся о выдвижении дееспособных кандидатов, шансы на победу есть во всех регионах. При невыполнении хотя бы одного из названных мной условий эти шансы сразу падают на порядок. Я тебя благодарю. Мы выполнили данное обещание слушателям. Будем надеяться. Да, значит, сегодня Станислав Белковский отвечал напрямую на ваши вопросы. Мы не упоминали в СУИ двух персонажей. Только фамилии двух персонажей. Да, мы их, вот как договорились, так оно и было. Еще же тебя поблагодарю. Спасибо всем, кто участвовал в этом разговоре. Спасибо всем большое. И до новых встреч после краткого выпуска новостей «Итоги дня» на волнах Финамоффа. «Итоги дня» на волнах Финамоффа. Продолжение следует...